Девушки отдыхают Солнце – самый большой объект в нашей Солнечной системе Удивительно, что все мы думаем, что Солнце желтого или оранжевого цвета Но на самом деле оно – белое Солнце дарит нам свет и тепло, без которых на Земле погибло бы все живое Кстати, у человека солнечный свет вырабатывает гормон счастья Поэтому не ленитесь побольше гулять в солнечные деньки Раскрути лучика Солнца так, чтобы оно согрело и осветило все вокруг И его тепла хватило бы всем Музыка Музыка Ближе всего к Солнцу расположен Меркурий Малыш румяный бочок Почти все время он поворачивается к Солнцу одним боком Если долго смотреть на Солнце невооруженным глазом То есть без очков или специальных приборов Можно получить солнечный ожог Давай поможем Меркурию защититься от жарких солнечных лучей Примерь ему солнечные очки Вторая планета от Солнца – это Венера Красотуля По своим размерам она напоминает нашу родную Землю Это самая яркая и крупная точка на небе, если смотреть с Земли И поэтому ее часто также красиво называют «утренней звездой» Интересно, что вращается или танцует Венера вокруг себя в другую сторону Не как все остальные планеты Вот такая воображуля Ученым наблюдать за планетой не очень легко Потому что всю Венеру обволакивают грозовые облака В которых постоянно сверкают молнии Разгоняйте облака, чтобы Венеру хоть ненадолго обогрело Солнце И она повеселела Третья планета от Солнца – единственная, на которой живут люди, животные, птицы, рыбы Это наш общий дом – Земля Так как большая часть ее поверхности покрыта водой Из космоса она выглядит потрясающе красиво и загадочно голубого цвета Кстати, только на нашей планете есть вода в жидком состоянии Поэтому мы можем заваривать чай и варить компоты У нашей планеты есть спутник, Луна Они так дружны и любят вместе смотреть на звезды Помоги друзьям найти все созвездия на небе И увидишь, как они обрадуются звездной красоте КОНЕЦ 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 Еще одна удивительная планета – Марс Ее называют Красной, потому что она состоит из красного камня У нее очень интересный рельеф Поверхность покрыта кратерами, вулканами, долинами, каньонами На нем очень часто бушуют свирепые и мощные пыльные бураны Один из таких буранов раскидал все вокруг Помоги Марсу привести себя в порядок Найди все камушки и верни их на прежние места в ямке кратеры КОНЕЦ Играем Но ему не хватает Эли Они не хватает Снос Играем Эль Груто Эль Пятая планета от Солнца – невообразимо огромный Юпитер. Второй по размеру объект в Солнечной системе. Если представить, что наша Земля размером с помидор-черри, то Юпитер рядом с ней был бы большим арбузом. А еще он часто защищает Землю от комет, притягивая их к себе. Чтобы наша Земля ничего не боялась, давай поможем Юпитеру найти все тяжелые предметы и стать еще больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А это планета Сатурн. Она является шестой планетой по удаленности от Солнца. По размерам уступает лишь Юпитеру. И у нее единственные можно увидеть красивые кольца. У этой планеты нет твердой поверхности, и нам бы не удалось на ней постоять. Вокруг Сатурна вращаются 62 спутника. Если поможешь ей собрать все звездочки вокруг, увидишь, как радостно она танцует со своими кольцами. Субтитры создавал DimaTorzok Седьмой по счету от Солнца – Уран Холодное Сердце. Она самая холодная планета и до сих пор является загадкой, что же заставило его сердце ядро остыть. А большая его часть состоит изо льда, и выглядит она потрясающе красиво. Дружок, потрогай, какая планета холодная. Ой, она оказалась хрупкой. Помоги Урану, собери все осколки льда на место. Самая далекая планета – восьмая от Солнца, в которой достается меньше всего тепла. Это Нептун. Как и у всех гигантов, у нее нет твердой поверхности. Поэтому, если прилететь туда на космическом корабле, мы бы не смогли приземлиться. И вообще, чтобы узнать его получше, надо запастись терпением. Ведь только лететь с Земли до него 12 лет. Представляешь, как долго? Так как солнечные лучи почти не достигают поверхности Нептуна, Погода на этой планете не просто зимняя, а космически холодная. Посмотри, как он замерз. Помоги ему одеться и согреться. Играет музыка. Еще совсем недавно девятой по счету планетой от Солнца считался крошка Плутон. Но из-за того, что он слишком мал и двигался по странной орбите, то приближался, то удалялся от Солнца, как шаловливый ребенок, его перевели из полноценных планет в разряд карликовых. Смотри, он плачет. Давай поиграем вместе с Плутоном в разные игрушки. Здорово! Ты выучил все планеты в нашей Солнечной системе и можешь рассказывать про них своим друзьям. А теперь ответь на вопросы. А у какой одной планеты мы можем увидеть красивые кольца? Молодец! Назови загадочную ледяную планету. Молодец! Какую планету считают карликовой? Молодец! Ты запомнил, сколько лет лететь до Нептуна? Молодец! А кого окружают грозовые облака? Молодец! Помоги найти самую огромную планету. Молодец! На какой планете мы живем? Молодец! Вспомни, какого цвета Солнце на самом деле? Молодец! Какой из планет мы искали солнечные очки? Молодец! А помнишь, какая планета красная? Умничка! Ты ответил на все вопросы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok